Привет, мои друзья! Привет, мои дорогие! Я все в Платинске. И здесь я тоже хочу прийти в отбор, в дома, где жила еще одна моя бабушка. Если мы в деревнях с вами были, там жили бабушки с маминой стороны, да? Мамина мама и ее родная сестра. Это такой питан. Раньше они в ванных комнатах стояли, грели горячую воду. А сейчас вот как ограничитель, чтобы машины в отбор не ездили. Так вот, в этом доме проживала бабушка моя, мама моего папы. Летом на каникулы меня тоже сюда иногда привозили. По очереди только одной бабушки в деревню, то вот сюда, в город Смепалатинск. И это был наш двор. Здесь в то время было очень много детей. И как-то я их всех знала, дружила. Ну, особенно вот из соседнего дома. Там было много девочек. Так, сейчас я вот сюда вот встану и покажу издалека окна квартиры моей бабушки. Двор здесь большой, а детей было много. И мы здесь играли, выбивали мячом. На две команды делились и выбивали друг друга. Вот такой трехэтажный дом. В принципе, он не изменился. В первом подъезде крайние два окна закрасили белым цветом зачем-то. Вот там была квартира моей бабушки. Зачем белым покрасили, непонятно. Можно было бы и подсвет кирпича покрасить. Ну, это уже дело новых хозяевов. В самой квартире живут совсем уже другие люди. Ну, хотя бы зайдем в подъезд. Вот здесь на первом этаже. Железная дверь. Это квартира бабушки. Эту железную дверь ставила еще моя мама заказывала. Туда, на третий этаж, жила моя подружка. Я уже забыла ее имя, фамилию. Но если бы мне сказали, я бы вспомнила. Они уже давно уехали. И спросить не у кого. В этом подъезде уже практически все новые живут люди. Здесь, на месте этих кустов, стояла круглая беседка, в которой мы, детьми, собирались и играли в какие-то тихие игры. Это место моего детства. Да, здесь вот жила моя бабушка. А кто, знаю я, нет? Галя. Тетя Галя. Тетя Галя, да. А вы сейчас где? А я в Екатеринбурге. В Екатеринбурге. Да. Здесь была беседка. Ну, все уже. Ну, помните беседку? Сколько живо не было тут беседки. Была беседка. Мы дети тут собирались. Вот прям на месте. Я еще в этом училась, но беседки тут никогда не было. Была беседка. Вам сколько лет? Мне 55. Мне 61. И мы дети. У вас на пенсию во сколько идут там? Ну, сейчас нам продлили. Я-то уже на пенсии. Ну, сейчас будут 60 женщин выходить. Я успела. А мы в 63. Ешкин. Ну, что делать? Цены дорого? Ну, сложно сказать. Это же все от зарплаты зависит. Сравнивать цены. Славить хорошо? Везде по-разному. Повара сколько получаем? Ну, наверное, тоже и 15, и 40. Смотря где работаешь. Повара, да? В какой забегаловке или в ресторане. Это по-всякому. Я сюда приезжала, когда бабушка была жива. Я к бабушке меня привозили. И мы вот детьми. У нас тут так много было детей. Мы там во дворе выбивалые, вышибалые играли. А вот скажите, сейчас теперь переехать сложно, да? А я не знаю. Надо, может быть, вовремя успевать. Надо иметь деньги, чтобы квартиру купить. Квартира-то сколько стоит одна комнатная? Ну, наверное, полтора миллиона. Это в тенге или в рублях? Не, в рублях. Я тенге не могу. Полтора ремонта. Да. Я еще не привыкла к тенге. Я все на рубли. У нас, например, сколько? Вот у нас соседи на третьем этаже. Без ремонта, без ремонта. Двухкомнатную взяли за 4,5 миллиона тенге. 4 разделить на 6 или на 5? 4,5 миллиона тенге взяли. Вот это я точно знаю. Еще одна взяла двухкомнатную. Окна сюда, сюда, во двор. Вот не так давно уехала казашка, окна сюда. Да, а те уехали. У них дочка большая, надо побольше желтушить. Они уехали в трехкомнатную. У них двух. Они вот эту продали за 5. Казашка объехала, ей сына, я рассказываю, потом едет сын купил в квартиру. Ну, это вот она здесь продала трехкомнатную за 5. У нас она за миллион однокомнатную. Она может найти на окраине где-нибудь. Но у нас город Екатеринбург дорогой. Может быть, в России, где-то в других городах. Ну, Москва дорогой, Петербург дорогой. Да. Ну, знаешь, надо поскромнее города выбирать. Да. Трехкомнатную на однокомнатную. У меня сын старший. Не так давно пришел с другом. Ну, они очень сидели, пивка, вот так или там разговоры свои. И вот я с ним разговаривала. Он говорит, у меня мама живет в Павлодаре. Знаете, Чуга, меньше, самое мало, меньше ста никто не заработает. Меньше ста тысяч. Сто, сто тридцать, сто сорок, сто пятьдесят. Потому что город промышленной фабрики завода работал. А у нас здесь не был. У нас один завод Паралоновый. Паралоновый завод. Ну, если бы был бы областным городом. У нас зарплаты, знаете, какие, сорок пять, пятьдесят, шестьдесят. На птицепабрике почти восемьдесят получают. Но когда я посмотрела, я не знаю, на каких коньках я оттуда неслась. Я вас могу снимать? Нет. Ну, не знаю. Ну, вы сказали, вы про повара спрашивали, вы поваром работаете? Я, значит, поваром работаю. А сейчас? А сейчас я цеха убираю в пекарни. Мне сорок пять зарплату. Две булки хлеба дают. Сорок пять тысяч семьде зарплату. И две булки хлеба в месяц или в день? Каждый день. Ну, хотя бы хлеб не покупаете? Да. Ну, одному человеку прожить это мало. Это хорошо. У вас семья? Я с детьми живу. Муж умер давно. Дети взрослые? Дети взрослые. Два внука. Работают? Да. Ну, может, полегче. Сын Колымец. Без Колыма. А вы тоже в этом доме живете? Вот я в этом доме в среднем подъезде на третьем этаже нашел. Мы туда ходим. Вот мы в прошлом году за зиму старший сын, младший, еще он друга привел, как тот опытный по строительству, по ремонту. Делай так, это так. Вот он им подмогал. Просто подмогал. Ну, конечно, кушать готовили. В общем, получается, когда я бегала тут девчонкой, вы были совсем маленькой. Поэтому мы с вами не встретились. Да, поэтому, видимо, так. У нас разница, видите, 6-7 лет. Потому что вас как звать? Вера. Вера Мини-Альфия звать. У меня вот это училище закончила, торговое, на повар. Вот за этим торговое училище было. Депутат нам стоит в здании. Вот на первом этаже. Я закончила вот это все и пошла на поваром работать. Хотя мама говорила, иди, может, куда-нибудь еще подешутиться. Я говорю, я не хочу. И вот так я осталась на поваре. И почему не стали работать поваром? Потому что берут только национальные кадры. Ну, у вас имя Альфия. Берут только национальные кадры. А возраст мой уже нет. Многие в моем возрасте стоят на базаре. Ну, да. Чтобы они не продавали, у них две тысячи в день. Чтобы они не так любили. Две, две с половиной. Понятно. А вы казахский язык знаете? Знаю, но могу общаться, но не настолько сильно. Ну, там, в принципе, поварам зачем общаться? Вы же там на кухне. Ну, конечно, но все равно. Уже такого нет, как раньше. Поймите. Такого нет. Люда, да, вас? Вера. Вера. Ну, Вера, видите, такого нет, как раньше. Вот сейчас, видите, двор изменился. Ну, пожалуйста. Ну, я смотрю, беседки нету, и вы ее даже не помните. А вот спросите у старожилов. Она была, однозначно. Мы с детьми здесь собирались. Вот это окно это было. Как же ее звали? У меня здесь была подружка на третьем этаже. Прямо дверь. Я забыла, как ее звали, и фамилию забыла. Но была самая первая подружка. Ну, столько лет прошло. Ну, если 50 лет, я уже забыла все. И вот с этого дома, со всех подъездов было очень много детей. Ну, все, теперь уже все. Все, наверное, разъехались. Все разъехались. Конечно, все выросли. И еще неизвестно, живы ли или не живы. Вы понимаете, русские, язычные, все выехали отсюда. Ну, я встречала в городе много. В прошлом году с Нахагой за полгода 35 тысяч россиян выехала отсюда. Ну, в городе мне встречались русские. Ну, встречаются, но не настолько уже как-то раньше. И молодые семьи с маленькими детьми есть. Есть, но очень мало уже. Очень мало. И все-таки я скажу, знаете, люди уезжают, русские уезжают. Потому что работы нет. Даже сами казаки уезжают, едут в Астану. Где есть работа, а здесь работы нет. Здесь базар, вокзал, идем родной. Вот эти все пекарни, частники, они не хотят добавлять заплаты. Что цены нарастут им плевать? А они не растворят. Ну, в принципе, у нас так же. Что, у нас тоже не хотят платить? Люди тоже перебиваются, как могут. Ну, ладно. Это было раньше, теперь все. Ну, ладно, Альфия. Всего доброго. Спасибо за беседу. Вот так. Мы еще увидимся, когда-нибудь. Может быть. Мы еще вновь поедем. Ну, я только приехала. Субтитры сделал DimaTorzok.